Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас в детском историческом музее. Мы находимся в воссозданном пространстве гимназии второй половины 19 века. Но сегодня мы не будем подходить к расписанию, не будем садиться за парту, не будем брать в руки перо и обмакивать его в чернила. Ведь на улице лето – самое любимое время года всех школьников во все времена. И сегодня мы поговорим о том, как отдыхали гимназисты 150 лет назад. Расскажет нам об этом классная дама. Здравствуйте, Марина Сергеевна! Здравствуйте, Ольга Сергеевна! Здравствуйте, милые дети и дорогие родители! Рады видеть вас в нашей старинной гимназии. На улице лето, но у нас, классных дам, забот хватает. Ведь у наших воспитанников-гимназистов началась горячая пора. Они сдают экзамены переводные в следующий гимназический класс. Для этого им было необходимо как следует подготовиться. Те, кто трудился усердно, сдают экзамены весьма и весьма хорошо. Ну а тот, кто что-то недоучил или просто переволновался, придет в августе на переэкзаменовку. Ну а пока гимназисты сдают экзамены, мне надо заполнить множество документов. По окончании всех экзаменов каждый гимназист непременно получит ведомость об успехах и успеваемости. В этом важном документе содержится сведение об отметках, а также информация о переводе в следующий класс. Самые лучшие гимназисты перейдут в следующий класс с наградой. Это будет похвальный лист и книга с дарственной надписью. Ну а уж после этого гимназистов можно распускать на каникулы. Но прежде классная дама непременно проверит все гимназические дневники. Один из них сейчас у меня в руках. Это дневник первоклассницы гимназистки Януковской Александры. В нем также есть важный документ, который непременно нужно заполнить перед отправкой гимназистки на каникулы. Этот документ называется отпускной билет. В нем непременно надо записать информацию о том, куда гимназистка отправляется на каникулы и на какой срок. На оборотной части билета есть правило для воспитанников учебных заведений на время отпуска. Давайте познакомимся с некоторыми из этих правил. Ученицы, находящиеся в отпусках, обязаны вести себя прилично, чтобы не ронять ни себя, ни того заведения, на котором воспитываются. Билет должен быть прописан на месте жительства ученицы или в местном полицейском управлении, или же начальницей местного учебного заведения, где таковой находится. По возвращении ученицы в гимназию билет должен быть возвращен классной надзирательнице. Ну вот, казалось бы, и все, можно отправляться на каникулы. Но есть еще один очень важный момент. Перед отправкой на каникулы каждый гимназист непременно получит список книг для чтения летом, а также летнее задание по естественной истории. Гимназисты будут собирать гербарии, а также вести дневник наблюдений за живой природой. На даче у гимназистов была уникальная возможность собрать коллекцию минералов, коллекцию раковин, коллекцию бабочек. Также гимназисты наблюдали за птицами. Узнали наших птиц? Самая маленькая среди них – боробей. Самая зоркая – сокол. Самое темное оперение у ворона. Самый большой размах крыльев у совы. А поет лучше всех певчий дрозд. Многие гимназистки вели личные дневники. В нашем музее бережно хранится личный дневник юной петербурженки Тани Агеевой. В этом дневнике есть записи о том, как Татьяна провела летние деньки в деревне. 15 июля, пятница. Встала, кажется, в 12 часов, сходила в сад, нащипала сморода и гороха, напилась чая, вымыла на озере посуду и пошла опять в сад. Через нашу деревню часто проходил племянник учительницы и, проходя, всегда смотрел на окно нашего дома. Сегодня он также проходил и посмотрел, а я выглянула из-за липки. 7 июня, вторник. Сегодня погода теплая и я купалась пять раз. 8 июня, среда. Ветрено и на озере большие волны, поэтому выкупалась только один раз. 9 июня, четверг. Выкупалась сегодня два раза. 10 июня, пятница. Сегодня купалась четыре раза. Вечером выкупалась еще один раз. 11 июня, суббота. Я хочу знать, сколько раз я выкупалась за лето, поэтому я записываю, сколько раз я купалась каждый день. 16 июня, четверг. Я всего уже купалась 42 раза. Дорогие друзья, а вы уже открыли купальный сезон этим летом?